Александр Александрович Блок, идите за Урал, помните, где блещет интеграл за смонгольскую ордову. Конечно, это высокий евразийский пафос. Мы повернёмся к вам своей азиатской рожей, как сказал тот же Александр Александрович Блок, посвятив, видимо, это стихотворение созданию агентства России сегодня, вместо Рея Новости. Вы абсолютно правы про Столыпинские амбиции, именно поэтому такое болезненное чувство у Путина вызывает Украина. Можете представить её в Киевской опере? С его Столыпинскими амбициями. Тут, может, скажется, что-то не так. Тем более на Майдане немало евреев. А от Майдана до опера недалеко. Нет, я думаю, что Владимир Владимировичу послание стало абсолютно пофигу, как говорят у нас политологов. Он абсолютно устал от этого жанра. Он заложник Конституции, я там сегодня и сказал. Да, он сказал, я обязан сказать, я сказал. Да, если бы не Конституция, он бы пошёл на тэквондо. Или бои без правил, которые в российской политике и экономике и так происходят круглосуточно. А тут, ну, надо было сказать, сказал. Ведь, собственно, символом этого послания стал засыпающий пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ну, за его защитой говорят, что он сам так долго работал над тем, чтобы скомпинировать. Вы представляете, как послание надоело даже Пескову? Что уж говорить об остальных? Ну, вот, есть ещё одна гипотеза. Духовные скрепы. Духовные скрепы, да. Почему вместо них... Потому что Олимпиады наносут. И от скреп может обвалиться стадион Фишт. Непонятно, в общем, чем платят зарплаты. И Олимпиада, кажется, что-то там тоже... Олимпиада, кажется, снова. Обваливается что-то где-то там по бабслейной трассе, что-то... Там крыша рухнула бабслейной трассы. Правда, непонятно, в каком смысле, в прямом или криминальном. У нас нет точных подтверждений. Тем не менее, что экономический кризис наступающий настолько силён, что, возможно, стоит себя ограничить в патриотической риторике, в чём себя... Путин себя очень сильно ограничил, как я понимаю. Очень сильно. Ну, патриотическая риторика обычно нарастает по мере приближения экономического кризиса, поскольку ничего больше не остаётся. А, то есть, значит, наоборот, всё хорошо. Нет, просто Олимпиада. У нас Олимпиада, понимаете? На стадионе Фишт, в мой день рождения, я уверен, что это сделано специально для меня, потому что я посвятил жизнь комментированию деятельности Владимира Владимировича Путина, состоится открытие Олимпиады. И климат на психологический и политический на этом открытии должен быть максимально благостный. Поэтому до 7 февраля никого... Мне, кстати, и само название стадиона Фишт, в этом есть что-то невыразимо еврейское. Это похоже на Гефилда Фишт, правда? Нет, это вы плохо знаете адыгский язык, я уверен. Нет, это местное европейское, но я потом, когда назвали стадион Фишт, я подумал, что если бы его назвали Рубинович, то это вообще качественно улучшило психологическую атмосферу. Вы можете быть про себя, вот дайте про Путина всё-таки. Вот всё-таки усталость... Про Путина всё, про Путина и про Путина. Вот всё-таки усталость вождя. Вот последний план, который был в трансляции, трансляция — это крупный план довольно застывшего лица без эмоций. Вот совершенно без эмоций. И когда актёр обращается в зал, вот меня так учили в драм-кружке ещё в школьном, что вы должны дойти себе какого-то человека, неважно, ВИП это зритель или просто зритель, или просто на первом ряду сидит Сергей Борисович Лето, Иванов или кто-то ещё, смотрит на него и говорит на него. Говорит, американских президентов так же учат, и должны говорить конкретного человека. И вот в этом взгляде, в последнем, был такой туман. То есть он никого их не видит, он их презирает. Да, абсолютно верно. Вот этот весь квадрат заполненный, созданные им же чиновные братья, которые живёт по своим законам, и у меня такое ощущение, что он их глубоко презирает. То есть вот в этом взгляде было всё. И презрение, и усталость. Ну, конечно, они же все выгодоприобретатели, бенефициары, как сказал сегодня сам Владимир Владимирович, его режима. А отвечать-то ему, как известно, безответственно комментировать, не мешки ворочать. А если что случится, кто виноват? Вот, Владимир Владимирович, они-то на яхтах разъезжают по Атлантике, а он прикован к Нового Огарёва, и кроме преданных собак, Кони Паугрейв, лабрадора, и болгарской овчарки Баффи, почти никого не осталось, на кого он мог всерьёз положиться. И это послание, это абсолютная рутина, которую его заставляют против её собственной воли. Вы психологически это чувствуете? Психологически это колоссальная усталость. Почему он раб на галерах? Он ведь не очень много работает физически. Встаёт он поздно, по некоторым данным. Много времени проводит в бассейне и спортзале. Но это колоссальная психологическая усталость от того, что ведь он хотел, как учили нас Абрамович и Березовский, руководить «Газпромом», то есть быть вольным бизнесменом, очень крупным, и пользоваться всеми благами этого мира. Но судьба сыграла с ним злую шутку, потому что в жизни человека всегда реализуется то, что сам человек хочет. Когда-то в раннем детстве он захотел послужить Родине и пришёл инициативником в КГБ. Если вы помните, его не взяли в КГБ. Но потом Родина заключила его в такие костлявые объятия, из которых он никак не может вырваться. Это страшный садо Мазо. Этот роковой танец, роковой танго между Путиным и скелетом Родины определяет его тяжёлое психологическое состояние, с которым он выходит за бессодержательное послание. Давайте посмотрим, как сегодня самый популярный фотошоп, фото-жабу сегодня, которая уже в Фейсбуке гуляет. И, кстати говоря, обычно больше бывает, не воспроизводится, обычно больше бывает фотошопов, сегодня только один. Вот все у нас сидят у Боря Патриарха, в главном уборе Патриарха, но без крестов. А, да, это я видел, да. Это вы видели. Да. Зайчики такие. Угу. А второй вариант Медведев единственное, у кого зайчик с ушками. Угу. Как-то психологически очень всё похоже. Вот настроение. Вроде не о чём, а смысл как-то очень чётко выражен. Да, но при этом... Абсолютно ритуала такого. Да, абсолютно. Но по-настоящему расслабиться смог только Дмитрий Песков, который заснул. Остальные всё-таки с помощью каких-то веществ, видимо, поддерживали себя на ногах. Включая Владимир Владимирович. Потому что ведь его бесстрастное выражение лица может определяться не только его эмоциональным состоянием, но и специальными косметологическими операциями. Да нет.